Я сейчас держу в руках одну из десяти книг Евгения Гришковца, которые у меня есть. Просто вот дредноуты отличаются именно тем, что она у меня с подписью Елене, с почтением от самого Евгения Валерьевича. Просто, ну, не знаю, для меня это человек-кумир, для меня это самый невероятный драматург современности. Я была на двух его концертах, в том числе как раз вот у нас в городе. И кайфую от того, как он преподносит информацию, как он ее излагает, в том числе в книгах. Никогда особо, честно, не интересовалась кораблями, их историей, их особенностями. Но вот действительно, сколько человек может интересно это все преподнести, и ты просто взахлеб читаешь, перечитываешь. И мне кажется, после этого, в том числе, у меня появилась любовь к чайкам, к морю. Я неожиданно для себя открыла, что у меня инициалы, если перевести на английский, то есть это сия, это море. И то есть я максимально начала уходить вообще вот в эту морскую тему, как будто бы это все как раз благодаря вот этой книге и благодаря спектаклю «Дредноуты». Ну, то есть это как раз книга по спектаклю. Книги Евгения Валерьевича, мне кажется, можно найти вообще в абсолютно любом книжном. Единственное, что, ну, как бы очень часто, например, «Роман-рубашка» попадается, «Дредноуты» — это такая более редко попадающаяся история. Но, мне кажется, начинать можно абсолютно с любой. Можно брать книгу одновременно, можно брать книгу «Асфальт». Ну, то есть в каждой Евгении Валерьевича он показывает какую-то свою фишечку. Ну, то есть, не знаю, «Гришковец» — это просто любовь. Если вы открыли хотя бы одну книгу, прочитали ее, и вам зашло, все, можете, как и я, скупать все остальное. Ну, конкретно в «Дредноутах» идет история про корабли, так как «Гришковец» очень долго служил на флоте, ну, то есть очень много про это говорит в своих спектаклях. Решил отдельно вылить эту любовь конкретно к кораблям, к историям каких-то конкретных кораблей, именно в спектакле, который он в дальнейшем переложил вот в эту книгу. Ну, то есть иногда мне нравится пересматривать спектакль, иногда мне нравится перечитывать, но всегда в моей голове, когда я читаю эту книгу, ее, получается, пересказывает Евгений Валерьевич как раз. Вообще, мне кажется, читать можно прям лет с 14-16, ну, то есть у него настолько доступный язык, настолько у него интересная какая-то житейская, можно сказать, проза, он этим, в принципе, и выделяется, этим и привлекает, что, мне кажется, для человека в любом возрасте можно найти какую-то изюминку, что-то именно для себя. На мой взгляд, это вообще универсальный автор, который может, ну, действительно подойти любому, и очень прикольно, что он как и у старшего поколения может задеть струнки души, так, я не знаю, у моих ровесников, так и ребят помладше тоже вот именно может найти вот такой вот момент, который вот подковырнет, а это же про меня. Ну, то есть вот ты каждый раз читаешь даже, я не знаю, про моряков, ты читаешь там про их отношения, там, например, с девушками, и ты в какой-то момент все равно понимаешь, а это же про меня. Ну, то есть как это возможно, я, честно говоря, не понимаю, но вот это просто утопаешь, мне кажется, практически в каждой книжке. И купишь таких яблок, и думаешь о том, как их будешь есть. Но приносишь их домой, а там в вазочке лежат несколько немного запыленных, уже сморщенных яблок, которые ты купил когда-то, и думаешь, ну, не выбрасывать же их. И от того, что они уже не свежие, не вкусные, ты их ешь долго, а за это время свежие уже опять запылились и сморщились. Так и не удается никогда хороших яблок поесть. Евгений Гришковец, Дредд Новоды. Рекомендую к прочтению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова